За пять дней работы за помощью обратились 150 жителей Красноярска. В основном вопросы касаются деятельности управляющих компаний и схемы начисления платы за коммунальные услуги. Как говорят председатели и жители многоквартирных домов, самостоятельно разобраться в проблеме порой не получается, не хватает знаний. Здесь специалисты объясняют на понятном языке, а порой даже помогают собрать документы. Вчера я был, к примеру, у юристов, все проконсультировались. Они сейчас подготовят материалы соответствующие и будем подавать уже иск в суд, потому что все пути использованы. Только в прошлом году в эту общественную приемную за помощью обратились 4000 человек. В основном люди приходят с мелкими проблемами, но специалисты говорят, что разберутся в любой ситуации. Здесь нет задачи решить какие-то совсем уж глобальные проблемы города или края. Мы должны помогать конкретным, отдельно взятым людям в отдельных каких-то проблемных ситуациях. Те люди, которые обращались за помощью, они эту помощь получили. Законодательство в сфере ЖКХ постоянно меняется. И, как показывает практика, собственники не доверяют своим управляющим компаниям, поэтому и идут за помощью. В консультации стороннего же юриста обойдется дорого. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы каждый собственник мог понимать, насколько это квалифицировано и не квалифицировано. Потому что не секрет, что далеко не у всех собственников со своими управляющими компаниями все гладко, все хорошо, да, и все понятно. И далеко не во всех взаимоотношениях они понимают друг другу. И вот для того, чтобы, ну, скажем, в какой-то степени проверить, для того, чтобы понять, насколько правильно действует та или иная управляющая организация или неправильно, да, то есть вот человек имеет возможность прийти и проконсультироваться. Работать специалисты будет до 19 октября. Для удобства юристы из Центра правовых экспертиз готовы проводить выездные консультации в выходные дни. Получить всю информацию можно по телефону, который вы сейчас видите на экране. Екатерина Погорелова, Максим Галат. Новости.